Даже если компостная куча правильно уложена по всем канонам и состоит из правильной органики, растительность может преть годами. А компост нужен уже весной, ведь у нас на следующий сезон грандиозные и амбициозные планы, верно? Чтобы компостная куча была готова к весне, нужно внести в нее кучу полезных бактерий и микроорганизмов, которые ускорят процесс компостирования. Для этого можно использовать покупные препараты, но я рекомендую сделать еще проще – приготовить смесь самостоятельно. На одно ведро с одним-двумя литрами теплой воды добавляем пару столовых ложек сахара, полностью растворяем и добавляем свежие спиртовые дрожжи. Сухие тоже можно использовать, но они будут работать гораздо хуже. Если говорить о пропорциях, то на один куб компостной кучи понадобится примерно полкилограмма дрожжей. В сахарном растворе они активизируются в течение 5 минут и в ведре начнется интенсивное шипение с выделением углекислоты. В этот момент необходимо долить ведро чистую воду до полного объема, затем зачерпнуть оттуда 1 литр полученного концентрата, развести с чистой водой в пропорции 1 к 10 и пролить компостную кучу по всему периметру. Процедуру необходимо периодически повторять, чтобы вносить все больше и больше полезных бактерий. Также можно добавить раствор из молочной сыворотки, приготовленной из ведра воды, и литра сыворотки. Это даст компостной куче еще и кисломолочные бактерии, которые ускорят процесс. Чем больше будет в куче микроорганизмов, тем быстрее будет проходить компостирование. При желании можете добавлять сверху настой из навоза, биогумус и, конечно, фитоспорин с триходермой.